Давайте мы откроем Матвея, 14 глава, 13 стих. Это насыщение пяти тысяч мужчин, которых Иисус сделал чудо. Матвея, 14 глава, 13 стих. Услышав об этом, Иисус переправился на лодке в пустынное место, чтобы быть одному. Но люди в городах узнали, что Он отправился, и пошли туда пешком. Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. Наступил вечер, ученики подошли к Нему и сказали, место здесь пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшее селение и купят себе еды. И Иисус ответил, им не нужно идти, уходить отсюда, вы дайте им есть. Но у нас только пять хлебов и две рыбы, ответили ученики. Принесите все это ко Мне, сказал Иисус. И, короче, мы дальше видим, что Иисус благословляет эту пищу, передает ученикам, ученики передают народу. И мы видим, что в конце, двадцать первый стих написано так, все же, двадцатый стих. Все ели и насытились, и собрали еще двенадцать полных корзин, остатков. Всего же было пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Мы все знакомы с этой историей, мне кажется, каждый евангелист в Библии, четыре этих евангелиста, они описывают историю, когда большая толпа пришла к Иисусу, и Иисус накормил их и сделал это чудо. Пять тысяч мужчин, не включая женщин и детей, это большая толпа на это время. Сейчас где-то семь миллиардов людей на земле, и пять тысяч мужчин, не включая женщин и детей, это будет где-то пятнадцать-двадцать тысяч людей, которые соберутся. И сейчас двадцать тысяч людей, это большая толпа. Две тысячи лет назад, когда население земли было очень маленькое по сравнению с сегодняшним населением, пять тысяч или двадцать тысяч людей, это была огромная толпа, которая пришла к Иисусу. И что интересно, что толпы любили Иисуса. Иисус любил толпы. Толпы шли за Иисусом. Они хотели Иисуса. Иисус и хотел толпы тоже. И я верю даже и в это время, что наш Господь Иисус, Он достоин толпы. Большого количества народа. Сегодня, как церковь, даже и песни, извините, песни, которые мы поем, все, что для Господа маленькое. Но мир не меряет такими мерками о баскетболе, о футболе, о боксе, о других спортивных занятиях или спортивных игр. Они все хотят на самую большую толпу, даже концерты мирские, где собирают большие толпы, и они все меряют большие мерки. Наш Иисус, Творец неба и земли, Он достоин хвалы, не просто от верующих, но Он достоин хвалы от земли, которую Он создал. Господь возлюбил весь мир. Не просто святых, не просто людей, которые освящены и жизнь которых изменена, но весь мир. Мир это грешники, мир это потерянные люди, мир это люди, которые гомосексуалисты, это проститутки, это богатые и грешники, это нищие и грешники, маленькие и большие грешники. И Библия говорит, Бог не просто возлюбил, знаете, такой любовью и терпением, когда мы любим некоторых людей, с терпением любим. Но в Библии написано, Бог так возлюбил, что пошел на риск и пошел на жертву, не там ни десятину просто, ни 50%, не просто отдал все золото, небо, но Он пошел на тот риск, где отдал самое-самое дорогое и самое ценное. Не просто для того, чтобы показать миру, я вас люблю, но для того, чтобы спасти этот мир и привести этот мир назад к себе. Я помню, когда Господь лично на личном опыте просто просветил мое сердце, насколько Он любит весь мир. Это было, когда я утром вспомянулся о моего брата, который подсказнулся от пути, отошел от пути Евангелия и начал жить в грехе, и потом завис наркотики. И моя мама, она очень сильно за него молилась, она вставала в 4 утра, и я, когда еще жил с родителями, я слышал эти молитвы, и эти молитвы мне не давали спать. Потому что она не молилась, знаете, так, Боже, помилуй, Боже, благослови, и как мы иногда, знаете, молимся за других людей, неверующих. Но она, это был крик, это был вопль, это Муна было слышать в другом доме, в соседнем. И она просто, Муна, сказать, истерику закатывала перед Господом, Боже, спаси и Боже, помилуй. Два-три часа каждый день. И что она только не делась, и за его комнатой молилась, и елеем поливали, и его, и машину, и все. И потом она пошла поститься. Я помню, когда у нас был церковный пост, 21 дней, но мама пошла дальше. Это пошла на 30 дней поста, и она такая маленькая женщина, и у ее нога испухла. Так испухла, что мне надо было ее везти в госпиталь. И там был индейский доктор, и он говорит, смотрит на нее, говорит, ты что, умираешь? Что с тобой? Она говорит, я пощусь, а мне надо переводить этому доктору. Я помню, стараюсь объяснить ему, почему она постится. Она говорит, что она не кушает? Что у вас, нету денег или что? Говорю, это проблема, сын ее страдает. И я объясняю этому неверующему человеку, что она себя отталкивает от еды, и вот умирает уже тоже, потому что ее нога испухает, и он говорит, что ты можешь ногу потерять свою, если ты не начнешь кушать. А моя мать в слезах говорит ему, что жизнь моего сына, она дороже моей жизни. И я помню, сидя там, я так думаю для себя, ну мама, у тебя есть пятеро детей, самый старший-то я. Ну хороший сын. Ну удался, хороший сын, что сделаешь? Вторая дочка, Лиля, она лидер тоже домашней группы в нашей церкви, спасает людей, хорошая девчонка, служит Богу. В третьей это Сережа, тоже хороший парень, спасает людей, жертвует сильно финансово в церковь, в служение Божие. Ну попался четвертый, чуть-чуть сковерканный. Ну и еще есть последняя дочь, Суламита, она тоже в 13 лет, она собрала 30 молодых подростков в своей школе, и в Вайс Принципл пришел. И там, короче, каяла людей, проповедовала в 13 лет в своей школе. Такая сильная, сильная это, такая Божья это, дарр. Я думаю, ну мам, ну почему вам не сфокусироваться на то, что 4 ребенка просто супер, ну один чуть-чуть такой. Потому что каждая семья имеет что-то такое. Почему не радоваться о том, что 4 Богу служат, а только один пошел в неправильную сторону. И у меня были даже такие мысли, а что если мы от этого одного откажемся? Ну просто поменяем его фамилию, скажем, вот не наш. И очистим наш дом. Знаете, человек может так думать только тот, который не родил этих детей. Я только так мог думать, потому что это не мои дети. Я только так мог думать, почему не радуюсь, потому что 80% твоих детей Богу служат. А 20%, один из пяти Богу не служит. И я помню, когда я так размышлял, размышлял, хотел так, я им, конечно, это не говорил, потому что я уважаю свою мать и стараюсь все свои размышления держать при себе. Но я помню, когда я так думал и говорил, и мне просто тогда запало место из Писания, когда Иисус сказал, что Он оставляет 99 и идет за одной. Почему? Потому что Бог не смотрит на этот мир, как смотрят христиане. Мы смотрим на этот мир так. Вот это верующие, а вот это пропавшие. Бог не может так смотреть на этот мир. Так же, как ты, как отец или мать, не можешь смотреть, если у тебя один ребенок потерянный. И ты не можешь посмотреть, вот это потерянный, а вот это хороший, я буду радоваться хороших. У Бога нет этого разрешения, потому что Он Бог, и Он создал всех. И Он любит каждого человека, который сегодня потерянный. Каждого человека, который сегодня ослеплен дьяволом и грехом. Так же, как Он и любит тебя. Не меньше. И из-за этого, что Он тебя и меня так полюбил, поэтому мы спасены. Не потому, что, ну мы верующие в семье. Сколько людей выросли в верующей семье, но они сегодня Богу не слушат. Я помню, там в докторском офисе, у меня начало просто сердце обливаться кровью. Потому что я начал чувствовать то, как Бог чувствует, видя на свою маму. Что Он смотрит на каждого человека в моем городе. Тех, которых я терпеть не могу. Тех, которых переваривать не могу. Просто не люблю их. А Бог их просто любит. Тех, которые мои враги может. Может, тех, которые просто они, просто они моя национальность. Их не язык, их не еда, их не стиль жизни. Или их греховность, их жизнь. Это для меня это бридко, это страшно даже. Но Бог смотрит на этих людей, и Его сердце обливается кровью. Потому что для Него это дорогое. Для меня мой брат дорогой. Но для моей мамы она была готова жизнь отдать, чтобы он спасся. И слава Богу, что через пару лет жизнь моего брата спаслась. И в нашей семье пришла радость. Не потому, что наша семья построила новый дом. Хотя у них есть и шикарный дом. Не потому, что есть новая машина, есть хорошая машина. Не потому, что у отца хорошая работа, есть хорошая работа. Но радость пришла из-за того, что тот, который был потерян, он нашелся. Братья и сестры, Бог смотрит на наш город не глазами христиан. Бог смотрит глазами отца. Мы думаем, мы только дети Божьи, это правда. Но все творение Божье, это то, Богу, Бог это сердце трогает. Бог это смотрит на потерянных, на гомосексуалистов, на людей, которые сегодня просто погрязли в грехах и в обмане. Еще хуже, не только в грехах, а в обманах. Дьявол просто обсыпал. И Божье сердце обливается кровью. Так же, если твой ребенок, один, если у тебя 10 детей, или 12 детей, или пятеро, или двое. Один ребенок, вся боль, она к сердцу сжигается. Ты даже как будто не замечаешь доброту других детей твоих. Почему? Потому что это тянет твое сердце. Так же и Бог смотрит на этот мир. Так же и Бог смотрит на наш город. И так же Дух Святой смотрит на людей, которые сегодня потеряны. И очень часто мы этого не понимаем до конца. Мы как ученики, мы смотрим на толпу, и толпа для нас это бремя. Толпа для нас это Иисус дорогой, пожалуйста, отпусти их. Но Иисус говорит, я не могу. У меня нет такого сердца, как у вас. И пришло время, и ученики тоже имели это сердце, где их сердце, оно расширилось. Может ты сегодня сидишь на этом месте, и все о чем заботишься ты, это чтобы была новая тачка дома, и чтобы был новый дом. Я хочу сказать тебе сегодня, если ты приближишься ближе к сердцу Господа, чуть-чуть ближе ты увидишь одну вещь. Ему не так важно материальные вещи на этой земле. Радость неба. Небо не радуется, когда у тебя финансовый прорыв. Небо не радуется даже, когда ты получаешь исцеление. Или когда ты женишься, и у тебя появляется красивый ребенок. Небо радуется тогда, когда потерянные дети и отца, которые обливают его сердце, кровью приходят назад. Все небо тогда в восторге. Почему? Потому что все небо знает. Бог так возлюбил этот мир. Не послал ангела или архангела, или какого-то там самого нищего ангела на небе, который прострафился, чтобы он заплатил. А послал самое дорогое. И ангели наблюдали, и они видели. Этот мир, Бог как будто помешан на этом мире. Он их создал, они согрешили. Мы видели, как ангел согрешил, и Бог его с неба выкинул. Но они согрешили, и Бог небо движет все, чтобы они получили спасение. В чем ценность этих людей? И ангелы думают себе, ну что так Бог так сильно любит их? И поэтому, радуя Бога, когда грешник кается, все ангелы уже искусили сердце Бога, и они говорят, только покается один грешник. Мы все поднимаемся, и все будем торжествовать. Потому что сердце Бога на этих людях. Бог любит людей. Мы очень часто, не то, что мы не любим людей, братья и сестры, мы просто любим себя. Мы любим комфорт. Мы как ученики очень часто. И Иисус говорит, толпа, уже вечер, и ученики приходят к Иисусу, отпусти их. Там не надо, там. Иисус говорит, не надо. Знаете, был один человек, который ловил рыбу. Пошел ловить рыбу, и другой наблюдал за ним. И увидел тот другой рыбак, что тот первый рыбак ловит рыбу, и когда попадается большая рыба, он ее выкидывает назад в море, в реку. И так наблюдает, большая рыба, тот выкидывает, выкидывает. Подошел к нему, говорит, что с тобой? Что большую рыбу выкидываешь? Тот говорит, знаешь, у меня дома есть очень маленькая сковородка, и большая рыба на маленькую сковородку не влазит. Ведь я только ловлю рыбу, которая подходит в мою сковородку. А другой рыбак говорит, ну а почему бы не купить большую сковородку? А тот говорит, а до этого не додумался. Братья и сестры, очень часто так и у нас. Мы Божьи обетования и Божий смысл для нашей жизни только то берем, которое вмещается в нашу сковородку. Если вмещается в сковородку моего комфорта, в сковородку моей жертвенности, в сковородку моего мышления, вот это только я буду принимать. А все остальное пусть разбирается Господь. Господь хочет расширить твою сковородку, твое мышление и твой образ жизни. Я помню, когда мы приехали в Америку 15 лет назад, и мой пастор, он открыл, он был сам миссионером в России, поэтому у него было такое миссионерское сердце, и он приехал в наш город. Мы по-английски не шпрехали, не понимали, и у него было такое горячее видение, что мы будем спасать англоговорящих. У нас очень малое русское население в нашем городе и много других людей, но очень мало славян. И пастор не хотел просто строить церковь, чтобы оттуда перебирать или оттуда, потому что Господь нам сказал не просто строить аквариум, а ловить людей. И он просто наставил так нас, мы были еще молодые. И я помню, для меня это вообще не вмещалось. Для чего? И он сказал нам, нам надо идти, короче, евангелизировать. Все методы евангелизации, это было нашего пастора, когда еще с 90-х, он там в России, евангелизировал, знаете, с Аркадионом, короче, в парке. Ну и он, короче, нам сказал делать то же самое. Взять там Аркадион, пойти в парк и давай евангелизировать. Ну мы взяли Аркадион, пошли в парк, начали петь русские песни. Мы думали, что как-то Дух Святой переведет, и американцы будут каяться. Но хорошие американцы давали нам деньги, они думали, что мы деньги собирали, бедные приехали из России. И это никто не покаялся, к сожалению. И потом пастыр начал объяснять, ребята, надо пригласительные, печатать 10 тысяч пригласителей, просто распространять по всему городу, чтобы люди проходили на наши служения. И мы тоже распространяли, чуть в тюрьму не попали, потому что мы залазли в те места, в которые не надо было залазить и раздавать пригласительные. Люди вставали на красном светлофоре, отпускали свое окно, оно жарко в городе. И мы между машинами, и давай пригласить на Викнюю машину. Где-то нечаянно полицеи дали тоже пригласительные. И чуть не получили за это. Но, короче, были такие радикальные, радикальные насчет этого. И помаленьку пастыр, наш пастыр, через Божье Слово, начал расширять нашу сковородку. Что жизнь наша, смысл нашей жизни, это не просто жить, чтобы иметь крутой Мерседес и большой дом около реки. И иметь просто хорошую семью, 12 детей, или 10 детей, или пятеро, или двое, или трое. И просто, чтобы все были здоровые и счастливые. Но смысл нашей жизни, это спасать людей. Я помню, мы пастыру нашему сказали, но мы по-английски не понимаем. Во-первых, мы русские, а здесь американский мир. Пусть американцы спасают американцев. И наш пастыр мне ответил назад, однажды он так сказал, пусть евреи спасают евреев. Если бы Иисус в такое верил бы, мы никогда бы не получили спасение. Он говорит, ты послушай, Влад, твой спаситель, он не русский, он еврей. И каждый писатель Библии, он не славян. Представь себе, ну ты веришь в это Евангелие. Почему? Потому что Евангелие, в которое мы верим, оно настолько большое, что оно вмещает каждую культуру, и каждый народ, и каждый язык. Итак, братья и сестры, нам надо как ученикам измениться изнутри и расширить нашу сковородку, расширить наше сердце. Да, может, ты английского не понимаешь, может, ты не можешь приводить американцев, но есть много славян, которые не знают Бога. Есть много украинцев, русских, белорусов, и есть молдаваны, и другие люди, национальности, которые живут в своем городе, которых никогда никто в церкву не пригласил в Америке. И Бог хочет использовать тебя, чтобы спасать людей. Это хорошо ездить на миссию, но еще лучше жить как миссионер в своем городе и в своей местности. Аминь. И мы видим в этом месте, что ученики Иисуса, они отталкивают толпу, и они говорят, нам не надо, это толпа. И Иисус, конечно, ободряет их, чтобы они это не сделали, чтобы они оставили людей и чтобы они начали им служить. Мы очень часто боимся. Я знаю, когда наш пастор имел такое видение, чтобы поднять подростков, молодых, и заставить нас, чтобы мы выучили английский, не для того, чтобы у нас появилась работа, а чтобы мы могли приглашать других людей к Богу. И другие люди ему говорили, ты потеряешь этих подростков. Вот ты пошлешь их сейчас в этот американский мир, и этот мир захлебнет их, и они назад никогда не выйдут. Ты потеряешь их, они в грех пойдут туда. Я помню, когда я слыхал это, говорили люди нашему пастору, и он обращался назад, и им говорит, никакой человек никогда не потеряет то, что он отдаст в руки Богу. Люди, которые пойдут в мир с Евангелием, имеют гарантию, что этот мир не захлебнет их. Люди, которые себя охраняют и ограждают от мира, держат себя где-то, прятаются, чтобы я хочу чем подальше от грешников, чем подальше от мира, детей надо чем подальше. Даже, ну, хорошо, когда есть личные школы, private school, это все классно, но когда страх движен человека, вместо того, чтобы послание Иисуса Христа, тогда мир мы не можем сохранить, он все равно пролазит и пронизает к этим людям. Когда мне было 13, 14, 15 лет, и в молодые годы даже наш пастор нас посылал, нас просто ободрял, идите, евангелизируйте, приглашайте людей. Каждое служение был новый человек, который вы пригласите из соседей или из улицы и так далее. И мы этим занимались, было трудно, было нелегко. Но другие семьи, которые нас с этим смеялись, говорили, вы вообще, у вас ничего не получится, никто вам не придет, вы увидите. А мы вот наших детей будем хранить чем подальше, чем подальше, чем подальше. 5-6 лет. И все те друзья, с которыми я ходил в школу, я начал ходить в темницы, начал ходить в homeless shelter, там, где эти люди, которые, как homeless называется, бездомные. И что интересно, что этих красавчиков, которых так сильно охраняли, я видел в темнице, но они там не сидели за Евангелие, братья и сестры. Не за Евангелие сидели, а за другие хорошие дела, которые там сидели. Я помню, как они с удивлением на меня смотрели, говорят, ты что здесь делаешь? Я говорю, ну-ну-ну, лучший вопрос, что ты здесь делаешь? Я пришел здесь с Библией. Мне 17, 18, или там 20, или 21 лет, я пришел сюда с Библией, в эту тюрьму, а ты пришел здесь не с Библией, а ты пришел, потому что ты украл великий телевизор с 2 марта. Я увидел одну вещь в моей маленькой жизни, в которой я еще не имею много опыта, что когда мы удерживаем от мира, вместо того, чтобы посылать в мир силой Святого Духа, мы не удержим от мира, если мы будем непослушны Святому Писанию. Божье Писание говорит, Иисус не сказал, что я вас заберу. Он сказал, как Отец послал меня, и я посылаю вас. Да, грех есть сильный, да, искушение есть сильное, но Дух Святой, он всегда сильнее. И когда с Духом Святым молодые люди, молодые парни идут в школу, и Дух Святой наполняет их, братья и сестры, это самая лучшая гарантия, что они в этом миру не пропадут. Я помню, когда маленькие парни, у нас сейчас такое молодое подростковое служение началось, такое сильное движение, по 13, по 11, и они ко мне приходят, и один парень говорит, что в 11 лет, говорит, я иду по улице, подъезжает один парень на машине, открывает форточку и дает мне наркотики. Я говорю, мне 28 лет, никогда в жизни, я даже, если ты пушку мне под головой поставишь, я не знаю, где найти наркотики. Говорю, где они их находят? А ему 11 лет, и ему предлагают на улице наркотики. Но знаете, что хранит этих подростков? Что он смотрит на этого большого пацана и говорит, тебя есть бес. Он еще не сильно понимает этих вещей. Он мексиканец. Он говорит, тебя есть бес, ты распространяешь дедовский царство, ты должен прекратить. И он мне это говорит. Из-за того, что настроен человек приглашать людей в церковь, настроен человек помогать и спасать людей, мир его не так коснется, как тот, который всегда охраняет себя и держит себя от этого мира. Был один человек, который хотел покончить свою жизнь самоубийством. Написал уже на бумаге, что жизнь тяжелая, трудная. И пошел на мост и решил просто себя бросить с моста. Но когда он там стоял и смотрел вниз и увидел, была девчонка, которая тонула прямо у этой реки, в которой он хотел себя бросить. И как-то он забыл, что хотел жить своей покончить самоубийством, быстро сбежал с моста, поплыл туда и спас эту девчонку. Как раз, когда он ее спас и вытянул на берег, другие люди съехались и уже здесь новости съехались, ее семья приехала, ну и он стал таким большим героем. И все спрашивали вот такой один вопрос. Как ты так мог в это время, просто быть в это правильное им время и спасти ее? Ему, конечно, стало стыдно. Он говорит, вы не знаете, что у меня в доме есть записка. Я сюда не пришел, чтобы спасать, я сюда пришел, чтобы свою жизнь погубить. И в следующий день газета этого города написала такое, что смысл жизни спас жизнь. Когда человек находит смысл для своей жизни, это его спасает. Это спасает его от всяких тупых искушений. Это помогает, это дает ему жизнь и просто жизнь, когда человек начинает спасать других людей. Истинная причина, если так говорить откровенно, почему мы не спасаем людей. Это причина учеников. Мы не хотим и боимся жертвовать чем-то для их спасения. Ученики знали, если толпы уйдут, то весь хлеб и рыбка пойдет сюда. А если останутся, есть шанс, что мы останемся без рыбки и без хлеба. И каждый раз, когда человек, ему надо чем-то жертвовать, и чем-то, которое очень дорогое для него, он готов остаться при своем комфорте. Он готов остаться, Иисус, ты заботься о их, мы просто тебя так сильно любим, но людей не любим, но тебя так сильно любим. И мы хотим, чтобы эти пару рыбок и пару хлебов покормили. Это только достаточно для нас. Мы не хотим жертвовать, рисковать и начинать расширяться где-то внутри, потому что это не принесет нам комфорт. Мы не хотим этим заниматься. Но, братья и сестры, каждый человек, который жертвует чем-то ради распространения Евангелии, он не просто получит то, что жертвует, но мы прочитали в конце, они нашли двенадцать этих корзин, наполненных хлебом. Бог всегда, может не сразу, но выйдет навстречу и поможет людям, которые жертвуют чем-то ради спасения людей. Много людей не хотят спасать людей, потому что боятся, кому-то не понравится, и люди уйдут из церкви. И они боятся потерять людей. Некоторые люди боятся спасать людей, потому что, если придут люди, ты не сможешь уже просто в своем кругу друзей, надо будет новые друзья, и ты боишься своего комфорта потерять. Иногда это такие тонкие, маленькие вещи, которые мы боимся потерять. Я помню, когда наш пастор только открыл церковь, и через год открытие нашей церкви, он начал так, ну, сильно проповедовать, что Господь пошнет большое пробуждение, и поток людей придет, столько будет спасенных людей. Он говорил, 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 но ничего не происходило. Ну, мы так уже привыкли, только пастор начинает пробуждение, и мы уже заканчивали это. Придет, спроситесь. Мы уже как заучили, но в это внутри не верили. И через год наш пастор, он говорит, что нам надо купить здание, но здание церкви покупают, когда у них есть люди. Никто здание не покупает, когда у тебя есть видение, потому что видение не платит за здание, а люди платят за здание. Ну, пастор, он такой был прямый, и решился пойти искать здание. Ну, нашел здание. Там было 300 тысяч долларов в это здание, какое-то старое, и пошли в Ассамблею Божию, тогда американский диструкт, чтобы попросить у них, чтобы они нам дали, дали деньги на это здание. Ну, они спросили нашего пастора, сколько у вас людей. Он говорит, у нас три семьи, две семьи на Велфере. Окей. А сколько вы в Америке? Мы год в Америке. А сколько у вас денег на сейвингс? У нас 555 долларов и 25 центов. А пастор, у вас есть лицензия, что вы, ну, как лайснис пастор. А что такое надо? У меня есть джайвинг лайснис. И, короче, они увидят, ну, брат не понимает в этих вещах. Ну, американцы добрые люди. И они сказали, ну, знаете, у нас есть свое здание, мы хотим его позбудить. Мы просто дадим вам его в рент. И если вы за год найдете, там много, мне кажется, 20 или 30 тысяч долларов, найдете, и положите в залог, и ваша церковь вырастет за год, мы вам дадим это здание. Ну, мы не слышали за 20 тысяч и за год, мы просто услышали, что мы дадим, и все. Мы взяли это здание, епископа приехали, мы уже это здание посвятили Богу, мы уже это здание своим назвали, пошли уже целыми всеми шагами, но у нас денег не было. И церковь не росла. Потому что мы по-английски не говорили, люди не приходили, и было очень трудно. И буквально через год уже пришло время, когда нам надо было или выходить, или найти эти деньги. И государственная школа, которая теряет свое здание, а наше здание, оно как у вас приблизительно, что там очень-очень много классов, там есть спортивный зал, там есть кухня, там раньше была школа и церковь. Была большая церковь, была большая школа. Но на школы не было, и нам достаточно было 3-4 класса, нам не надо было там 12 классов в то время. И государственная школа приходит и смотрит на наше здание. Они говорят, это как будто ответ от Бога, хотя они не были неверующие. Можно мы возьмем ваше здание в рент? Мы им не говорили, что оно не наше. Мы так это опустили, сказали, ну конечно же, если будете платить в рент. Они сказали, сколько вы хотите? Мы сказали, ну 500 долларов. Они говорят, мы государственная школа, мы не можем вам платить 500 долларов. Мы думали, ну 300. Они говорят, нет, 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 нам надо сначала сделать всю проверку, и потом мы сделаем вывод, сколько вам надо платить. Они сделали проверку, пришли после проверки, сказали, что мы не можем вам платить 500 долларов, мы можем только платить 2,5 тысячи долларов. Я говорю, ну мы можем как-то с этим смириться, если уже вы так настаиваете над этим. И когда получили этот контракт, мы пришли тогда в Ассамблею Божию, дали этот контракт им. И они спустили, что нам не надо приносить внос, а этот контракт был достаточным для того, чтобы нам получить свое здание. У нас есть две хорошие, прекрасные славянские церкви в городе, которые существовали по 15-17 лет в то время, и ни одна церковь не имела свое здание. И те, которые получили, вносили большие деньги. Почему Бог так помог? Потому что мы какие-то особенные? Конечно же нет. Потому что каждый раз, когда человек берет риск, ради Евангелия, Бог, который сам брал риск ради Евангелия, Он всегда поможет. Всегда поможет. Если это маленькие вещи или большие вещи, Бог всегда поможет. Аминь. И, братья и сестры, в заключение я хочу просто подтвердить еще одно, что не бояться жертвовать собой, своим комфортом, деньгами, своим временем, и даже каким-то даже силем служения, или каким-то даже... Знаете, в наши церкви, когда начали приходить люди, когда американцы, мексиканцы приходили, знаете, и подстраиваться под некоторое культурное, даже с их едой, и с их тем, и с тем, это была большая жертва. Люди думают, что спасение лета просто так легко, они все придут, и мы их под русский шаблон просто всех прочистим в Америке. Но это не так всегда происходит, потому что Евангелие, оно выше наших самих интерес и даже нашей культуры. Да, мы каждый должны сохранить свою культуру, держать свою культуру, но Евангелие Иисуса Христа, оно очень часто, оно ожидает от нас жертвенности. И что классно, что когда мы жертвуем, когда ученики пошли на этот реванш, чтобы толпы не ушли от Иисуса, но пришли к Иисусу, был маленький парень, который просто мог бы прожить свою жизнь, кушая свой хлеб и свою рыбку. Но теперь этого маленького подростка Бог задействовал в чуде, и Бог через него, через то, что он имел, Бог начал действовать. Каждый раз, когда мы начинаем двигаться в Божьем видении в спасении людей, ваши и наши дети, которые будут в стороне, если не будет Евангелия впереди церкви, эти дети, Бог будет брать их удел. Много родителей молятся за своих детей. Но вы должны понять, когда мы послушны Господу, в том, чтобы Евангелие Иисуса Христа касалось каждого дома, Бог всегда в ответ, даже если и не молишься за своих детей, Он будет поднимать твоих детей для этой миссии. Когда мой пастырь, мои родители, они посвятили свою жизнь, хотя они по-английски не разговаривают, но для того, чтобы настроить нас на это, Бог начал использовать нашу жизнь и сохранил от многих грехов, от многих падений и от многих всяких неправильных мышлений или неправильных поступков, только по одной причине, потому что они открыли себя. В Америке не просто строить дома, не просто иметь новые машины, но распространять Евангелие Иисуса Христа и здесь. И Бог использует этих детей, и Бог хочет использовать нашу молодежь, наша молодежь, это горячие люди, это люди, которые выросли в сильных семьях, где есть папа и мама, это люди, которые выросли в семьях, где они научены, как молиться, где мораль, и где просто высокие стандарты, это самые лучшие люди, которые в Божьем арсенале есть в этом поколении. Но когда мы не дадим Иисусу Христу это видение, чтобы оно проникло, тогда эти подростки остаются в стороне, а Бог это не хочет. Он хочет их использовать. Аминь. Я знаю, у нас есть детское, и в этом детском мы тоже наших маленьких детей учим, ну, они как и у вас, учатся они там библейским историям, но мы тоже всадживаем туда маленькую такую искру о том, чтобы они проповедовали своим друзьям. Потому что если в такое время, там в 10, в 8, в 9, в школе, сейчас, если вы следили за новостями, в Америке сейчас такая новая волна пошла, Charlie, Charlie Challenge, где дети в школе, мы очень молодые дети, просто рисовали на бумаге, да, нет, да, нет, и два пенсила ставили, два, как пенсила? Два каранаша, вот так ставили, и вызывали мексиканского демона, который называется Charlie. Просто в школе. Вот такие молодые дети. Просто оккультизм в школе. И просто на все, и вчителя это все одобряли, и все хорошо. Это как волна пошла по Америке пару месяцев назад. Поэтому такое мышление, что надо вот бояться, чтобы ничего, чтобы они там в школе не говорили о Иисусе, чтобы там держали все при себе, это все неправильно, потому что мир, он намного дальше просягается. В 11 лет уже мальчик начинает курить. В 14-13 девчонка теряет свою девственность в нашей стране. Поэтому чем пораньше Евангелие Иисуса Христа наполняет их, я помню, когда один из наших мальчиков, он пошел в школу и написал учительнице своей письмо и говорит, что у нас будет там специальное служение, в которое мы приглашали неверующих людей, и он ее приглашает. Он, короче, написал план спасения для нее, что она потеряна, и что она идет в ад, и что у нее много грехов, и, короче, все описал такой большой, как эссей, и дал ей, и говорит, что у нас в среду в 7 часов, и пригласительный прикрепил молодой маленький ее студент, и дал ей это пригласительный. И учительница, конечно, она была верующая, а он не знал, что она была верующая. Он просто Евангелие ей дал, что она грешница, то есть все, а она была верующая. Она пришла к маме этого молодого парня, и она говорит, знаешь, говорит, я рада за то, что твои дети, что они в школе не просто играются, но у них уже кто-то настроил, с самого детства надо спасать людей. Братья и сестры, Бог хочет использовать сегодня молодое поколение и старших для того, чтобы люди спасались. Была одна история, мне кажется, старшие люди, они будут помнить, Шараванш Карапетян, это человек, который был большим чемпионом по плаванию, и в 976 году, когда он бежал 12 миль своим братом Каму, прямо перед им большой автобус, в котором было 92 человека, он упал с моста и просто упал в море или в реку. И этот известный пловец, он сразу бросился в эту воду, которая была холодная вода, и начал прыгать 32 фита в воду, где-то сделал 30 или 40 прыжков в эту воду, там была тьма, там было грязно, и начал пробиваться через этот автобус, чтобы начать спасать людей от этого автобуса. И потом, когда сделали с него интервью, узнали о том, что ему брало 30 до 35 секунд на каждого человека, чтобы спасти. И он спас где-то 20 человек из этого болота, которые там утонули, остальные люди утонули. И когда у него потом спросили, что ты скажешь о том, что произошло, потому что потом он потерял сознание, его повели в госпиталь, и он после этого уже никогда не мог соревноваться в своей жизни, потому что он потерял свое здоровье при этом, его лангс, они наполнились, засорились, и после этого он уже не мог плавать, потому что он спасал других людей. И когда у него спросили, ну что ты скажешь о том, что произошло, ты теперь не можешь соревноваться, И он сказал так, он говорит, я знал, что каждый раз, когда я прыгал туда, чтобы спасать людей, я не мог сделать ошибку. И говорит, там было так темно, что я ничего не мог видеть. И говорит, один раз, когда я туда прыгнул, я на оксидент взял кресло вместо того, чтобы взять человека. И я спас кресло и вытянул его наперед, наверх. И когда я его вытянул, я понял, это было кресло, а не человек. И говорит, это кресло до сих пор меня мучит в моих снах. Говорит, это мог бы быть человек, но я спас кресло. Братья и сестры, мы когда-то придем на небо. И я не хочу, чтобы в нашей жизни мы сожалевали, что мы спасли кресло, а не человека. Я хочу, чтобы ты просто сейчас подумал, особенно если ты молодой человек. Это хорошо иметь карьеру, это хорошо иметь успех, это хорошо зарабатывать большие деньги, это хорошо быть успешным, знаменитым. Это все на своем месте. Но если достижение твоей жизни, это спасение кресла, в вечности это будет тебе давать кошмары. Это будет тебя судить. В вечности, в глазах вечности это ничего не просто ничего не стоит, оно наоборот будет осуждать человека. На этой земле, если ты спасешь кресло, ты будешь героем. Но когда жизнь заканчивается, люди, которые только спасают кресло, это самые нищие люди на этой земле. Я не хочу спасать кресло. Я хочу спасать людей. Давайте мы сейчас поднимемся, и мы просто об этом помолимся. Закройте ваши глаза сейчас, давайте откроем наши уста и попросим просто Божия, расширь наше сердце. Боже, дай нам познать твое сердце. Боже, дай нам не жить для спасения кресл. Не просто для спасения, а для хорошего бизнеса, или хорошего финансов, или просто даже для каких-то материальных вещей, Господь. Мы знаем все в порядке, и ты за этим. Но мы хотим жить, чтобы люди спасались. Чтобы каждого служения люди выходили на покаяние. Боже, мы хотим жить, чтобы люди, которых мы знаем, наши друзья и наши соседи. Боже, люди, с которыми мы работаем, люди, с которыми мы ходим в спортивный зал. Боже, людей, которых мы встречаем, Господь, на улице, и с которыми мы имеем общение или влияние. Боже, я прошу Тебя прямо сейчас, чтобы Ты дал нам, Господь, это сожалению. Дай, Господь, не просто видеть их, как грешников или пропавших. Дай, не просто видеть, как американец, мексиканец, или какой-то, Господь, другой человек. Дай нам видеть, это те люди, за которых Ты так болеешь. за которых Ты так заплатил большую цену и которых Ты так сильно любишь, Боже. О, дорогой Святой Дух, Ты был послан на эту землю, чтобы помочь нам исполнить это призвание. Я прошу Тебя сейчас расширь, Господь, расширь наше сердце, расширь нашу сковородку, расширь наше мышление, Господь. Дай нам быть жертвенним, Господь, дай нам не быть скупим, Господь, дай нам не быть, Боже, людьми, которые привязаны к комфорту, но людям, которые привязаны к Христу, людям, которые познают, что Иисус пошел на смерть для спасения людей, Господь. И мы можем жертвовать чуть-чуть, мы можем отдать свою жизнь, чтобы люди получили спасение. Боже, я прошу Тебя за эту церковь, я прошу Тебя за пастырей, я прошу Тебя за лидеров, я прошу Тебя, Господь, за дьяконов, я прошу Тебя за прихожан, я прошу Тебя за молодое поколение, Я прошу Тебя за малых детей, Боже, я прошу Тебя, Господь, возьми на свое дело. Дай нам не прожить нашу жизнь, чтобы достижением нашей жизни было спасение кресла. Боже, дай нам не умереть и сказать, что мы спасли кресла. Дай нам умереть и сказать, мы спасли души. Мы спасли людей, Господь, мы спасли семьи, что мы спасли браки, что мы спасли подростков, Боже. Я прошу Тебя, дай нам Твое сердце, дай нам Твою страсть, дай нам, Господь, Твой смысл, который был, когда Ты был на этой земле, и Ты сказал, я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее, Господь. Я прошу Тебя, дай нам не жить просто для Своей славы, не просто жить для себя, но жить, Господь, для того, для чего Ты умер и пришел на эту землю, это спасение людей. Я прошу Тебя, Господь, подыми молодежь для спасения людей. Я прошу Тебя, подыми молодежь, давайте мы сейчас посовершим молитву за молодое поколение, чтобы Бог подымит их, поднял, поднимите просто ваши руки к Богу сейчас, давайте мы поднимим сейчас ваших детей, ваших внуков, просто дайте их Господу, как Анна дала Самуил, и сказал, Господь для Твоего царства, Боже, сохрани для Твоего царства, Боже, используй, Дух Святой наполни Твоей силой. Дух Святой наполни Твоим поможанием. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Твое свет, Твой свет и Твоя соль, она была в их жизни, Боже, чтобы лукавый и дьявол, он не мог забрать и Господь для своего царства, но чтобы Твое царство, оно распространялось через молодежь. Чтобы молодежь, Господь, она не просто была радикальной, но радикальной Христа ради, радикальной ради спасения, радикальной ради того, чтобы помочь погибающему миру, Господь. Прояви свои чудеса, прояви свою милость, Боже, сделай то, что Ты сделал, и с этим маленьким мальчиком умножь, Господь, то, что мы имеем, умножь наши силы, умножь наши таланты, умножь наше влияние ради того, чтобы Твое царство, оно распространилось, Господь. И чтобы люди покаялись и пришли к Господу, мы просим все это ради имени Иисуса Христа. И церковь сказала Аминь.